Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гим, и сегодня снова увидим на проекте Amazon Replay. Сегодня, пацаны, будет очень интересная серия, поэтому смотрите ее от начала до конца. В этом видео я вам покажу Bugatti, которая стоит 170 миллионов с третьим чипом. И сегодня мы на ней будем делать интересные трюки, поэтому серия должна вам по-любому понравиться. Давайте постараемся на этом видео набрать 300 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Также, пацаны, не забывайте подписываться на канал. Вот кто сейчас не подписан, просто возьмите и подпишитесь, потому что моя цель до конца лета добить 19 тысяч подписчиков, а вы мне в этом можете помочь. Поэтому просто посмотрите, подписаны ли вы на канал, если не подписаны, то пожалуйста, возьмите и подпишитесь. Также, не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гим, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Mazin Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас будет очень интересное видео про вот эту замечательную машину, это Bugatti с третьим чипом, она едет 377 км в час. Но это будет не обычный обзор, скорее всего, мы сегодня будем больше трюки на ней делать. Помните, у меня раньше была такая рубрика «Мурка в деле», и вот хочу что-то подобное сделать вот с этой машиной. Если что, это не моя машина, а машина Семёна, поэтому, как бы, сегодня мы на ней будем делать трюки. Давайте я вам покажу CarPass, он купил эту машину за 170 миллионов, номера здесь кек двойки, получается, стейдж третий стоит, аудиосистема. Целостность у него очень плохая, потому что эта машина каждый день получает пизды, и, как бы, целостность очень быстро уходит, госцена у него 20 миллионов. Вот такая вот, пацаны, замечательная машина, в первую очередь сейчас нужно поехать купить ремки, чтобы потом чиниться, потому что эта машина будет у нас по-любому сегодня ломаться много раз. Поэтому сейчас поедем ко мне в бизнес, я куплю ремки, потом поедем ещё на заправочку, потому что мало бензина, и уже будем на ней пытаться что-то вытворять, летать, прыгать, делать трюки там и так далее. Короче, я хотел в багажник ещё ремки положить, но я почему-то не могу в багажник залезть, ну, скорее всего, это из-за того, что это не моя машина. Я просто почему-то думал, если мне дают ключи, то я могу в багажник залезть, но, увы, я этого сделать не могу, поэтому просто покупаем ремки у себя в бизнесе по 3000, и того у меня 6 ремок получается. Я думаю, пока что нам этого хватит. Итак, пацаны, давайте я сначала вам покажу максимальную скорость данного транспорта, едем на 377, сейчас мы выйдем напрямичок, чтобы мы сразу не разбили машину. Вот, выезжаем напрямик, включаем нитро просто, смотрите на этот адский разгон, извиняюсь за мерцание, сейчас я их уберу. Ну, так, вот, летим такие чисто, ну, нормально так летим. Хопа! И полетели просто в космос. Просто полетели в космос, пацаны, вот так это всё делается, понимаете? Так, давайте я сейчас уберу в настройках мерцание. Так, всё, мерцание я убрал, потому что они мне очень сильно мешают. Сейчас поедем ещё куда-то, на ней попробуем потрюкачить, но, блин, она реально очень хорошо валит, прям очень хорошо валит. И мне это очень нравится. Конечно, она неуправляемая с третьим чипом, но валит очень даже хорошо. Давайте сейчас попробуем на всей скорости пронестись через радар, вот. Включаем нитро, всё, полетели. Так, 377. И полетела просто малышка в рай. На нахер. Вот это я понимаю, движ в Париж. И на колёсики давайте приземляемся, аккуратненько, аккуратненько. Опа, всё, приземлились, отлично. Давайте попробуем через мостик прилететь, просто врубаем мне тросик. И летим просто, летим. И вот так вот. Хопа, ебать. Вот это я понимаю, блядь. На, просто, сальтушечку наебнул, на колёсики встал, всё, заебись. Так, сейчас будет смертельный трюк просто. Включаем нитро, полетели. И тут есть у нас, получается, шлагбаум. Пиздец. Я чуть перестарался. Бывает. Давайте в репорты пишем. Возможно, нам помогут, просто, ну, я не ожидал, что она сюда долетит. Не, я, конечно, ожидал, что она сюда долетит, но, как бы, я не думал, что настолько быстро. Я думал, я хотя бы смогу оттормозиться, но, к сожалению, у нас это не получилось сделать. Мы просто улетели в воду. Зачем писать, ожидайте, и в итоге ничего не сделать? Как бы, вот, смотрите просто в чат. Я написал, помогите. Мне написали, работаю по вашей жалобе. Потом написали, ожидайте, пожалуйста. В итоге, я умер, вылечился, и мне даже никто спаун не дал. Всё, мы успешно перезашли. Я уже взял машину, мы едем с Семёном. Сейчас давайте, я думаю, на отбойниках попрыгаем, потом что-то поинтереснее, может быть, придумаем. Просто все трамплины, которые были раньше, убрали. Горки все убрали, негде толком попрыгать. Поэтому, единственный вариант, это, короче, отбойники. Полетели просто. Блядь, только не в воду, только не в воду, только не в воду, пожалуйста. Пожалуйста, только не в воду. Так, если что, мы случайно сюда вылетели. Надо, чтобы меня сейчас за поля не посадили, потому что мы это случайно сделали. Как бы, ну, мы не специально, пацаны. Ну, никто не хотел вылетать, вообще ни капли. Вообще, ну, случайно всё получилось. Поэтому, не обращайте внимания. Мы потихонечку так выезжаем. Let's do it, просто полетели. Давай, малышка, покажи, что ты можешь. А ну, а ну, а ну. А ну, ебать. Опа. Сейчас у нас в полёте посадят, ебать. Я буду просто охуевать. Хопа, ебать. Бля, если, конечно, меня посадят, то будет печальная картина, потому что у меня нету денег, чтобы выйти с Даморгана потом. У меня, конечно, есть отличная идея, но я думаю, у нас это не получится, потому что много деревьев. Но попытка как бы не пытка, поэтому попробуем. Ебать. Ебать, я не хотел, я хотел по-другому немножко. Что-то я переборсил, ебать. Я хотел чуть по-другому это сделать, блядь. Надо просто, блядь, перелетело нахуй всё просто. Так, ну я вроде бы немножко понял суть того, что я хочу сделать. Так, вот сюда разгоняемся. И полёт просто. Полёт Кобры. Есть, мы прилетели с забор, это самое главное. Ну что ж, пацаны, давайте ещё раз попробуем. Просто разгоняемся тапку в пол. И вот здесь у нас есть вот такой вот трамплинчик небольшой. Хопа. Блядь, только не в воду, только не в воду. Пиздец. Не, ну тут хотя бы ещё более-менее. Всё, тапочку в пол. И полетели. Бля, ну я думал, будет поинтереснее на самом деле. Но как-то получилось вяленько. Очень вяленько. И она ещё не хочет теперь переворачиваться, сучка крашеная. Я предлагаю попробовать другую сторону, короче. Просто разгоняемся. И здесь, по идее, должен быть трамплин. Смотреть, ты красина видишь. Ёбаный рот. Бля, надеюсь, админ ничего не видел. Потому что админ за нами немножко следит. Я так понял. Короче, пацаны подъехали. Вот. Он, Векс Мартини. И получается, Владик Чепкасов. Ну да, вроде бы так пишется. Короче, хочу передать всей Фоме Мартини привет большой. А мы вообще ждём пацанчика, Вовка Морковкин. Он хочет мне подарить гелик. Ну как бы гелик, я сразу говорю, я его не буду себе оставлять. Потому что у меня есть гелик. Он просто тоже уходит с проекта. Ему он не нужен, он будет играть на родине. И поэтому он хочет мне его отдать. Поэтому вот как-то так получается. Вот, короче, Вовка приехал. Сейчас заберём у него гелик. Нот, три двойки, номера. Ну это старый гелик, как бы не новый. Поэтому, ну он прикольный такой. Полублатый, я думаю. Вот гелентваген, пацаны. Воска, не знаю, как он у него. Спасибо тебе, Вованчик, за подходчик. Так, какая воска вообще у этого гелика? Давайте глянем. Так, где он вообще? Вот гелик, да? 2,5 воска. Ну блин, я его дорого не продам. Ну что ж, пацаны. Вов мне ещё подарил вот такую вот каску военную. И подарил, получается, гелик. Ну, гелик такой прикольный. На ББСах. Или что это за колёса, я не знаю. Полублатый, если я давать карпас, посмотрим. Потому что воску я видел. А вот именно карпас я ещё не смотрел. Давайте посмотрим. Карпас 47. Так, здесь у нас, получается, есть только антирадар. И всё, даже бензобака нету. Воску у него 2,5, целка 93. Ну, я думаю, за 3 ляма я его продам, в принципе. Потому что он, я думаю, дороже не стоит. Ну, воска просто маленькая. Была бы воска 5 лямов, было бы классно. А так, ну, я его максимум за 3 ляма, я думаю, продам и всё. Да, здесь есть полублаты, в принципе. Но они не очень прикольные, чтобы их, как бы, продавать отдельно. Либо за них просить много денег. Ну, а так, большое спасибо Вовке за подарок.